Тачстоун Пикчерс представляет фильм совместного производства компании Мистер Браун Интертеймент и Буэна Виста Интернешнл. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Эй! Ой, на сегодня все. И здесь публичный дом, а не мюзик-холл. Забудьте о технике, вы должны как следует завести клиента на всю ночь. Короче, у вас разные яйца, говорит ему доктор. Яйца. Деревянные и железные. Мужик непонимающе смотрит на доктора, а тот замялся и не знает, что сказать. Потом говорит мужику, дети есть? Тот ему. Да, двое. Пиноккио три года, а Терминатору семь. Это что, все? Да, черт возьми. А кто Пиноккио? Пиноккио, это марионетка из деревяшки, а Терминатор железный. Соль, не понял? Слушать надо лучше. Нормально я слушаю? Нет, не нормально. Тебе каждый анекдот по три раза гоню, а ты не въезжаешь. Да чего въезжать в эту лажу? Терминатор. Терминатор-машина. Он из металла. Так. Но почему ребенок-марионетка, а? Что тут скажешь? Все, хватит. Завязываем с анекдотами, больше не рассказываю. Ладно. Отгоните тачку Кертису, поставите во дворе, отдадите ему ключи и смоетесь. Ясно, босс. Хрен вам ясно. Отгонять, значит, ехать без остановки. А если поссать хочу? Если поссать, то один из вас клоунов идет и сыт, а другой сидит в машине. Тачку без присмотра не оставлять. Ясно? Вопросов нет. Абдул, ты все понял? Понял, босс. Все ясно и ясно. Ладно. Короче, Хенк, мы сейчас кинем одетку. Если речку я поведу, если... Абдул, Хенк поведет тачку первым. Потом как хотите, но сейчас поведет Хенк. Ага. Ну, конечно, все как обычно. Тебе весь кайф, а я на побегушках. Побегушках? Ты же насел козла. Эй, может, дождешься, когда я сяду? Осторожнее, я сказал! Тиль Швайгер. Ян Йозеф Лифферс. В фильме Томаса Яна «Достучаться до небес». В ролях Тиэри Вервике, Мориц Блайптрой, Куб Стапель, при участии Ротгера Хауэра и других. Компания «Достучаться до небес». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Для тех, кто еще за ситом Кубок Орботниковит. Какого-то ситом Кубок Орботниковит. Какого-то ситом Кубок Орботниковит. Ужал Dietро Хауэра! Добрый день, как мне пройти на обследование? Здесь можно курить? Нет, у нас не курят. Как я не догадался. Вурлицер? Руди Вурлицер? Руди Вурлицер! Идем. Разденьтесь, пожалуйста. Трусы снять? Нет, так сойдет. Возьмем анализ мочи. Сестра, мне бы еще стаканчик, а ты не в все влезла. А я недавно ходил. Либо поднатушьтесь, либо я введу катетер. Глубокий вдох. Не дышать. Нет. Ну, вы огорошили. Раз. Диспансеризация нужная штука. Это здесь? Угу. Тогда режьте. Мы могли бы... Могли бы вырезать, что это значит. Это значит, что у тебя опухоль. И очень большая. Она давит на мозг, а это не к добру, сынок. Так, слишком поздно. И сколько мне еще? Нисколько. Мой отец тоже. От рака умер. Ампутировали все, что можно, но не помогло. Все равно умер. И сколько времени с тех пор прошло? Двадцать лет. На сегодняшний день медицина значительно продвинулась. В технике возможно. Но против рака или спида у вас ничего нет. Всегда будут болезни, против которых вы бессильны. Понимаю ваше беспокойство. Беспокойство? Знаете, что я считаю? Что смерть очень неприятная форма бытия. Доктор Грасс, пройдите, пожалуйста, к парамону. Ну, идемте же. О, нет. Что вы себе позволяете, гербрест? Правила не для вас писаные. Это ваша койка. Вещи можете повесить в шкаф. Доктор Вортман вечером еще к вам заглянет. А пока отдыхайте. Спасибо. Не за что. А про сигареты доктор узнает. И у вас будут неприятности. Девушка. Сделайте мне минет. Или чайку принесите. Девушка, я поведу. Почему? Как почему? Ле Фрэнк сказал, пути поменяемся. Вот и пошел. Господи, боже мой. Мы и половины дороги не осилили. Аллах, пусть он не ждет, когда я ему башку застрелю. Совсем спятил. Зачем воспитываешь мое терпение? Испытывай терпение. Коробка автомат. Передвинь рычаг. Зинаю. В положении Д. Зинаю. И говорят, не застрелю башку, а прострелю. А то застрелю башку. Зинаю. В чем дело? Хотел убедиться, что все в порядке. В порядке? Что интересно? Я проверял, ты того или нет. Неохота лежать в одной палате с трупом. Я ведь не умер. Я пока жив. Вот и радуйся. У меня в голове опухоль с теннисным мяч. Если повезет, протяну еще дня три. Они так и сказали? Слышал про сороковую кости? Она как раз у меня. Мы, наверное, лежим в палате для конченых. Это кичулан. Может, надо было спросить у кого-нибудь? Ага. Сестра, нет ли соли и лимончику? А то ты киелку нечем закусить. Соль. Лимончики. Молодец, Абдул. Здорово. На красный свет несся. Знаю. Достаточно одной царапины, и Фрэнки нас уроет. Вы совсем с катушек съехали? Ха. Это кто? Откуда взялся? Вы меня сбили, уроды! А, нога! Что с ней? Болеет? Да, Ахмед. Вроде все хорошо. Ты доктор, что ли? Брось, мальчик. Все в порядке. Угу. Бананчик хочешь? Значит так. Вы отвезете меня в больницу. На этой тачке. Козлы. На этой машине только два места. Сядешь в багажник, водила хреновый. Ищешь новые возможности для инвестирования? Попробуй облачный майнинг криптовалют Хэшфлеер. Тебя ожидает высокая доходность от вложений и возможность вывода заработка в любой момент. При этом размер инвестиций по силам даже самым скромным кошелькам. С Хэшфлеер зарабатывать стало еще проще. Закури. Так легче. Курить? Нет. Это опасно для здоровья. У меня же не рак легких. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы сжет подруги поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Уже постучались на небеса. Накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел. Не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми. На небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было укращено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что-то им скажешь. Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Что ж теперь поделаешь? А что случилось? Да, все те уроды. Пилят на красный, избивают меня со скейта. Придурки. Я тут подумал. Вы лучше не отпускайте этих дебилов. А то кранты со страховкой. Я знаю. Хорошо. Хорошо. Послушайте, мы очень спешим. Видно же, что он не пострадал. Нет уж, пусть доктор посмотрит. Выбей стекло. Вы сбили ребенка и хотите удрать? Эй, не дайте ему уйти. Иди! Так. Мы выполняем важное поручение. Всем заткнуться и руки вверх. Хэнк пошли. Это что за хрень? Ты что-то вякнул, сестричка? Хэнк сказал, мы спешим. Абдул сказал, уходим. Понимаешь? Вы что, офигели? Не отпускайте их. Надо врезать как следует. По рулю, что ли, а? А? Абдул! Скажи, как твой нога? Уже лучше. Хэ-хэ-хэ-хэ. Боли нет? Да, боли нет. Хорошо. Гэвник. Нам нужнее. Я нажму кнопку «Ждите». Доктор, операция уже прошла? Да. Ты уже в раю. Я Господь, а он Святой Петр. Мне только гланды вырезали. Извините, пожалуйста. Вы не знаете, где тут выход? Вон там, слева. В случае, у них тачка, как у нас? М? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я спрашиваю, откуда она? Мы ее украли То есть выходит, что я теперь соучастник угона? Ну, можно сказать и так У меня тут сплошные пробелы Ты сам выбрал машину Мартин Брюс, точно? Да, из госпиталя Что, с самого начала рассказывать? Мы направляемся к морю, ты там никогда не был Вот мы и решили съездить Кажется, я уже не хочу Тебе в раю не о чем будет говорить Да, знаю Я хочу на море, но Мне страшновато Знаешь что? Бояться глупо Разве я не сказал, что нельзя ни на секунду покидать ее? Разве я не сказал вам, идиоты Что с этой тачки даже глаз спускать нельзя Я вам сказал? Да, сказал вас Так что же вы не делаете То, что я сказал Да этот мальчишка Не хочу больше слышать Это дерьмо Я мог бы вас просто прикончить То есть я имею на это право Но мне нужна машина Итак, даю вам последний шанс Верните мою тачку Вместе с теми ублюдками Которые ее угнали И побыстрее Ну, дошло до вас Отлично Привет Привет 85,70 Знаю У меня нет денег, прости Ага Путешествуешь на Мерсе, а бабок нет? Да Тогда пиджачок оставляй Так, не могу сказать, что у нас возникла проблема Но Я должен в страхе бежать? Мартин С ума сошел? Вот и я тоже говорю Компромисс всегда найти можно Убери пистолет Я не хочу быть соучастником вооруженного разбойного нападения С членовредительством Ой, что это я? Это я, наверное, с похмелья забудь, что я сказал Руди, иди в машину Никуда я не пойду Эй, какой же это разбой Если я ничего не взял Но ты собираешься Парни, тихо У нас нет денег У тебя они, что ли, есть? Ребята Момент Ну так же нельзя Как нельзя? Против закона нельзя Слушайте Что? Хочу дать вам совет А то пальчики уже затекают Может, стоит продумывать действия перед нападением Слушай, ты меня достал Пушка настоящая Верю, сынок Только что ты можешь мне сделать Сейчас без двух минут десять А в десять придет мой друг Он из полиции И придет вовремя Просто проверить Все ли в порядке Выпьет травяной ликерчик И уйдет Если убедиться, что все спокойно Где Клаус? Какой Клаус? Я всегда прихожу по утрам И тут обычно стоит Клаус А Клаус Болит Допустим, ты не врешь И он болен Что это за тачка? Это 230-й Мерседес небесного цвета Небесного? Ага А где водитель? Какой ты наблюдательный Стой, 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 стой Я угнал Этот Мерс от больницы Вместе с Руди Что за Руди? Руди Вурлицер Руди захотел на море А машины у нас не было Как добираться? Пешком? А Клаус вовсе не болеет Разве что головой Захотел примерить мой костюмчик А мне что делать? Голым ходить Так что он сидит теперь здесь внизу С заряженной пушкой у лба Классно Ну ты даешь Ликерчик за счет заведения, как обычно Обычно он стоит 2,50 С Клаусом ты ясное дело договорился Он твой друг Но у меня он стоит 2,50 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день Чем могу быть полезен? Сколько стоит? Это 230 СЛ Коробка автомат Мой коллега спросил, сколько он стоит? Такой, как этот, да? То есть, кожаный салон, спецлак, гидроусилитель руля, стереосистема? Шикорка Ладно, вы иностранец, а? Иностранцам не просто в Германии, поэтому 70 тысяч Вы что, шутите? Она же не новая Это я знаю Но машинка редкая А редкие штучки Дорого стоят, а? Нет, сначала договор Абдул Деньги есть? Но не стольки И у меня не хватает Примочим, гада Замочим Замочим, гада А тачку возьмем Вы не могли бы придержать ее до вечера? Да, конечно Шейтан И этот хорошо Но померя еще раз тот, красненький Да Я померяю красный Но возьму все-таки этот Если ты магазин хочешь ограбить, то без меня Ясно? Ясно У вас курить можно? Конечно Сколько стоит все это удовольствие? То, что вы уже надели, стоит 2300 2300? Тогда придется сходить за деньгами Но для начала Вот примерно Три тысячи Для начала Руди Мартин Это самый крутой прикид, что я носил в своей жизни Спустим еще пару марок Ведь для нашей нефтяной компании это семечки Именно Принесу еще, а ты меня жди здесь Идет 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 Простите, но у нас перерыв Сегодня останетесь без обеда Что-нибудь скажете или будем стоять? Хорошо У вас три секунды Или скажете мне, чего я хочу Или Эта пушка не игрушечная А, вы хотите наши деньги? Браво! Ага Стольник тебе, все остальное в пакет Шевелись Ага А босиком ходит? Алло Меня зовут Мартин Брест Как вы видите, я как раз граблю ваш вшивый банк А то, понимаете, выбрал себе клевую одежку А расплатиться не в силах Камеру звук не записывает, но слова я передам Восемьдесят тысяч Эй, Фин Смотри на чувака Ну, и что с ними? Какой кастунг крутой Идем Беру черный Вот, сдачи не надо, пошли Что? Куда мы спешим? Я считаю, руки уже можно опустить Руки вверх, ограбление Что лыбишься, ублюдка Гонить деньги, или умрешь Вы опоздали буквально на минуту Какой ты нелепый этот красный, я не согласился Ладно, не болтай Красный это твой цвет Что у тебя там? Пошли Скажи, что в пакете, или я останусь здесь навсегда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, уходим Шестьдесят Семьдесят Семьдесят пять Семьдесят пять тысяч А я хожу в этом уродском костюме Новый купим Новый купим Ищешь новые возможности для инвестирования? Попробуй облачный майнинг криптовалют Хэшфлеер Тебя ожидает высокая доходность от вложений И возможность вывода заработка в любой момент При этом размер инвестиций по силам даже самым скромным кошелькам С Хэшфлеер зарабатывать стало еще проще Даже два Хэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэх Мне бы просто на море. Думаешь, мы действительно будем сидеть на облаке и говорить о море? Да, я твёрдо в это верю. Ты уж мне перезвони, когда выяснишь. Прости. Шеф, вот пришла и звезд Баден. И что? Ничего, Мартин Брест чист, как снег. В каком смысле? Никогда не привлекался. У него что, крыша едет? Даже скорость ни разу не превысила. Вдруг ограбление банка, нападение на бензоколонку. А что слышно насчёт этого Мерседеса? Пагода. Тихо. А теперь спросите, почему? Объявите его в розыск, Эллер. Просто в розыск. Есть, шеф. И вот ещё что. Да. Ничего. Целый миллион. Ты пошёл грабить банк. Да, миллион. Эта тачка счастливая. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, желаю вам приятного пребывания Спасибо Эй, ты куда идешь? Я уволился Что весь дом перевернули вижу, а нашли хоть что-нибудь Да, шеф, тут-то мы ее возьмем Приглашают в больницу на обследование Успеем у нас полчаса Она вчерашняя Значит, опоздали Тогда дважды номер пятнадцатый И что еще порекомендуете? А, да? Что это? Ладно Хорошо, два мороженых и еще Бутылочку Куве Дом Перегнон Лучше две бутылки Куве Дом Перегнон И два фужера Десять минут? Ага, спасибо, ясно И еще французский словарь Конечно, босс Ясно, Фрэнки Дело осложняется тем, что легавые тоже ищут тачку Мы слушаем полицейскую волну Можешь положиться на нас, Фрэнки На все сто двадцать процентов Эй, красотка Ты красный мужчина Пойдем выпьем Да, на все сто двадцать Обещает Ты лесбиянка, что ли? Эй, постой, краля Ты что, он сказал? Фрэнки сказал Что если мы, два урода, не найдем машину раньше, чем легавые То нам крышка Брось, Фрэнки, мы жить не злой Ты серьезно? Я слышал, он откусил яйца своему должнику Причем оба за один укус И проглотил их Ах, вкуснота Что это было? Яйца бычьи Мы с тобой съели бычьи яйца? Похоже, да Мороженое хоть настоящее? Сколько у тебя? Восемь Восемь? А у тебя сколько? Двадцать А успеешь? Тебе всего несколько дней осталось Да Может, стоит выбрать одно самое важное? Выбрать можно Но какой важней? Ладно Мы сделаем так Назови номер из моего списка, а есть твоего? Идет Кто начнет? Ты Так, у тебя их двадцать Выбираю номер один Первый номер Угадал, первый Это кадиллак для моей мамы Кадиллак для твоей мамы? Да Кадиллак Флитфуд Какой Элвис подарил своей маме Моя мама страстная поклонница Элвиса Помню, в детстве я вместе с ней смотрел телевизор И видел, как он дарит А мама даже прослезилась С тех самых пор Это стало моим самым заветным желанием Да Но таких денег не было Это хорошее желание Мне нравится Твоя очередь Назови цифру Ты насчитал восемь Тогда семь Нет, я тоже выбираю первое А другое нельзя Это твое желание? Желание номер один Согласен, это не так красиво, как кадиллак для мамы, но... Трахнуть сразу двумя Переспать с двумя Это называется трахаться Это на твоем языке Да на любом языке Спать Спать это закрыть глаза и байники А ты хочешь трахнуть? Согласен, это не так красиво, как ты хочешь А-а-а! Они вновили кралевскую свитку! Перекрыть полет! Быстро! Вставай, Мартин! Быстрее! Поднимайся! Что делать? Здесь полиция! Бросьте оружие или застрелю заложника! Раздеться! Ну как, вы их арестовали? Я что, Бэтмен? Вы администратор? Да. Крепитесь, они хотят взорвать отель. 30 килограммов протила. Мы побежали за шаперами. Красивая игрушка. Не понял. Я про тачку. Она нача. То есть как? У нас ее украли, сержант. Беда. Что ж бывает? Бывает, бывает. Эти ублюдки-волючки в отеле охлаждаются. Прохлаждаются. Тачка ваша? Держите ключи. И не оставляйте их больше засунься защитным козырьком. Ясно. Все, парни, кончаю! О приятной легавой. Я ведь знал, что могу на вас положиться. Чисто сработали. Где кейс? Какой кейс, Фрэнки? Где кейс, в котором были мои деньги? Мы никакой кейс не знали. Ясно, не знали. Кто же вам скажет? Там был кейс. В нем миллион. Который я задолжал Кертису. А теперь вы должны его мне. Но, Фрэнки, где же нам взять лимон-то? А я знаю. Сходите в банк, сыграйте в лото. В конце концов. Фрэнки, ты все сволочи легавые. Они свистули лимон. Ну, никакой коррекции. Коррупции. А сразу трудно сказать. Я не знаю. Что-нибудь случилось? Здравствуйте. Проверка документов. Техпаспорт. Водительская. Почти новая. Года нет. Сколько прошла? 30 тысяч. В армии служили? 5 лет. Отвечать четко? Служил. Проблемы с радиатором? То есть? У машины? У этой? Нет. Ничего. И документы чистые. Эта тачка как будто создана для спецзадания. Что за спецзадание? Выдите. Прошу. Значит так. Речь идет о секретном задании. Мы выбрали вас, потому что считаем, что вы как нельзя лучше подходите для этой миссии. Миссия? А как насчет вознаграждения? Это правительственное задание. Слушаюсь. Герр Шнайдер! Герр Шнайдер! Комиссар Шнайдер! Герр Комиссар Шнайдер, я хотел доложить, что Брест угнал патрульную машину. Нельзя было дождаться, пока я выйду. Это еще не все. Что мне опять угадывать? Не угадайте. Келлер. Тот другой, Руди Вурлицер, его заложник. Заложник? Ну да. Брест угрожал ему пистолетом и грозил пострелить в башку. Вот как Келлер. А какой добрались до участка? На автобусе. Доверенность. Депеша. Изучив информацию, могу сказать, что они в этом районе. Молодец. Славно поработал. А вы хотите отничиться? Хотим, шеф. Организуйте розыск в той зоне. Кейерс, летаем туда на стрекозе. ВВП. Что-что? Официально ВВП, а не стрекоза. Мне без разницы, главное, что взлетело. Руки за голову и отойдите от машины. Что? Руки за голову, я полицейский, выполняйте. Я тоже. Идите сюда, мне нужна помощь. Тут неприятности с радиатором. Я залил воду, но двигатель перегревается. Что делать? Я в машинах не секу. Покажите удостоверение. Итак, внимание. Я специальный агент МВД и везу депешу в ведомство канцлера республики. Было бы очень предпочтительно, чтобы мне предоставили вертолет. Сейчас же. Документы дадите? А я-то думал, полицейские машины всегда в порядке, сел да доехал, как летающие тарелки. А выходит, изучили коллега. Хорошо. Вам предоставят вертолет. Спасибо. Что такое? Производ. Я этого так не оставлю. Орудие. Продолжение следует... Втирайте круговыми движениями, но только не сильно. Понятно. У вас это есть? Прошу прощения. Оно только по рецепту. Давайте без этой бюрократии. Речь идет о жизни и смерти. Я заплачу любую сумку. Это очень сильный стимулейтор к его обращению. Сейчас. Сейчас. Начинаем операцию. Шеф, вы должны это видеть. Пока нельзя сказать, сколько убитых и раненых. Сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту на месте событий к Лелии старца. К Лелии мы подключаемся к вам. Опять угадывать? Мне все равно терять нечего. Так он больной, да? Быстро. Не злите меня. Эй, это и тебя касается. Чтоб через две минуты убирался. С тех пор прошло десять минут. Полиция удалилась и оставила преступника Мартина Бреста и его заложника Ворлицера в этом турецком ресторане. Что мы еще узнаем? Очевидно, душевно больной Мартин Брест захватил заложника Руди Ворлицера в больнице, где они оба лежали в ночь с понедельника на вторник. Да у нее нет сисек. Снайперы. Наверняка на крышах куча снайперов. Если бы они были, ты бы уже там не стоял. Но я же заложник. Они не стреляют в заложников? Бывали случаи. Алло. Шиндоумас, мама. Это синдром Хельсинки. И этот синдром описывает смену отношения заложника к похитителю. Так сказать, радикальное и бессознательное изменение их общей стратегии выживания. Смотрите, сначала заложник в панике. Проходит время, и он начинает испытывать доверие и симпатию к похитителю. А тот с неизменной жестокостью продолжает преследовать свою цель. Да какую цель-то? В жизни не слышал такого бреда. Герр Шнайбер, позвольте же мне судить о психологии. Судите о своей психологии. Но эти два кадра нас очень серьезно вводят за нос. Не надо денег, заведение угощает. Простите, я такую сумму разменять, кажется, не смогу. Тут же не банк. Это все вам. Они выходят. Давай, пошевеливайся. Простите, но мне нужна ваша машина. Ближе, ближе. Волосатый садись. Не называй меня волосатым. С другой стороны. Еще ближе. Мы в эфире? Мы в эфире. Прокидая закусочную бред, угрожая пистолетом, оснил у женщины красный форт Капки. Брест, который действует решительно, днем раньше ограбил банк и завладел суммой 80 тысяч марок. И заметьте, моим миллионам, да. Мы не знаем, каковы планы Бреста в отношении Вурлицера, пока заложник не пострадал. Мы будем следить за развитием ситуации и своевременно информировать вас. Клэлия Сарта, специально для канала ТВЛ-2. Коррупция. Легавы. Козлы! У него в руках был мой кейс. Пусть едут Карлос и Родригес и оба. Нужно вернуть деньги немедленно. Шеф, они едут по направлению в голландской границе. Хорошо. Проследите, чтобы за ним велось преследование. Только не навязчивое. Что они себе думают? А вдруг в панике ты застрелишь, соложника? Сидай, прав, уже нет. Проследите, прав. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Корнелия Элизабет Хэнкин, 10 тысяч. Какой адрес? Я же сказал, Хрюкенбайнстрассе. Ну и название для улицы. Так, брось их в ящик. А это что за фокусы? Калилак для твоей матушки, две девки для меня. Я же должен их угостить. Калилак. Привет, молодец. Мартин. Мальчик. Что это тут на переносице? Мартин, где ты был так долго? Смотри, смотри, что я тебе прикупил. Просто чудо. Просто чудо. Господи, у меня даже в азитических прав нет. Так ведь и ты не Элвит. Рак Кутовский. Заложникова машина. Без моего приказа не стрелять. Иди в дом, мама. Я не понимаю. Слышишь, мама? Брось оружие, Брест. Или я начинаю стрелять. Делай, что он сказал. Я не могу, Руди. Говорят тебе, брось оружие. Боря подождет. Увижу я его еще. Ты да, а я уже нет. Как это, Брест? Мартин! Ну ты враль. Расписывал мне море, а сам там не был. Арестуйте его. Что? Мартин. Он смертельно болен. Он умирает. Вызовите скорую, если у вас есть совесть. Винок. Ну что же это? Я поеду с ним. Ага. Вы с ним поедете? Осторожней. Но он вас чуть не застрелил. Я знаю, что надо делать. Я знаю врача. Он мой друг, и я за ним присмотрю. Пятинский синдром. Садись. Садись. Редактор субтитров А.Семкин Нидерланды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Настойщий романс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Руди, тебе не понравилось? Что ты, очень. Но ты такой печальный. Я мало сделал за отпущенное мне время. Я столько еще не сказал. Знаете, это был самый офигенный трах во всей моей жизни. И самый последний. Двигайся, урод. Отлично. Наконец-то. Компания в сборе. Где мои деньги? Какие деньги? Хватит ломаться. Скажите, где мои деньги? Я дарю жизнь обоим. Хватит ломаться. Хватит ломаться. Это что, смешно? Вообще-то нет. Ах так. Мы говорили о чем-то? Ну да. Где деньги? Мы с ним все разослали. По адресной книге больше нет. Зачем ерепейница? Придется тебя шлепнуть. Шлепни скорей. Я ей так скоро отдам концы. У меня опухоль мозга. Мне на все насрать. Тогда я тебя прикончу. Не хочу вас бесить, но у меня саркома Костина на завершающей стадии. В ней все равно. Соскнись! Кончайте, придурков. Ты, Боз? Ты, Боз? Хочешь объясниться со мной? Эти кретины свистнули деньги. Правда? А я думал, ты. Но... Но... Мы это же их показывали по телеку. Вы что, не смотрели? Идите погуляйте. Рысь. Значит, мои деньги у вас? Угу. Так я и знал. Я слышал о вас из новостей. Слышал, в чем ваша беда. У вас есть планы? Да. Мы собирались на побережье. Море не видели. Не видели? Никогда? Так поспешите. У вас мало времени. Ага. О небе. Только и разговоров, что о море. И о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром. Как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Вот мы и приехали. Чувствуешь вкус соли? Угу. Руди. Я хотел сказать... Я знаю. Кстати, я понял. Бояться глупо. Я знаю. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм дублирован творческой группой Тонстудии «Мосфильм» По заказу компании ОРТ-Видео в 1997 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Откуда это? От Деда Мороза? Деда Мороза? Нет. В почтовом ящике лежало. Из ящика? От Руди и Мартина. Руди и Мартина? Так написано. Я с ними не знаком, честно. Предположим, ты говоришь правду. И деньги с почты. Так кто же эти небесные ангелы Руди и Мартина? Посвящается Бернту. Достучаться до небес. Ищешь новые возможности для инвестирования? Попробуй облачный майнинг криптовалют Хэшфлеер. Тебя ожидает высокая доходность от вложений и возможность вывода заработка в любой момент. При этом размер инвестиций по силам даже самым скромным кошелькам. С Хэшфлеер зарабатывать стало еще проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова